Седьмой класс, 29 серия. Решение задач. Задача первая. Какой цифрой оканчивается сумма всех двузначных чисел, в записи которых имеется хотя бы одна цифра 2? Давайте запишем такие числа. Есть числа, которые оканчиваются на двойку, а есть те, которые начинаются на двойку, где двойка в разряде десятков. Десять таких чисел, где двойка в разряде десятков. Значение суммы вот этих десяти чисел оканчивается на 5. Еще будет 8 слагаемых, которые оканчиваются на 2. 2 умножить на 8 – 6. Значит, вот эти 8 слагаемых будут оканчиваться на 6. Значение суммы в скобках оканчивается на 5. 6 плюс 5 – 1. Ответ 1. Задача вторая. Двузначное число в сумме с числом, записанным теми же цифрами, но в обратном порядке, дает квадрат натурального числа. Чему равен этот квадрат? Итак, двузначное число, где а десятков, b единиц. А это двузначное число, где цифры записаны в обратном порядке. b десятков, а единиц. И значение суммы – это квадрат натурального числа. Так, 10а плюс а – это 11а. b до 10b – это 11b. Можно вынести 11 за скобки, как общий множитель. В скобках будет а плюс b. В каком случае равенство будет верным? Равенство будет верно. В том случае, если а плюс b – это 11, тогда n – 11, а n в квадрате – 121. Ответ – 121. Задача третья. Сколько существует четырехзначных чисел, меньших, чем 6000, записанных различными нечетными цифрами? То есть цифры в записи числа не повторяются. На первом месте можно записать цифру 1, 3 или 5, потому что в условии задачи говорится, что меньше, чем 6000. 7 и 9 не подходят. Итак, три возможности для выбора первой цифры. На втором месте нельзя писать ту, которая уже записана. Значит, остается четыре цифры, из которых можно выбрать ту, которую записать на втором месте. На третьем месте – любую из трех оставшихся. И на последнем – любую из двух оставшихся. То есть те, которые уже записаны на первых трех местах, их уже писать нельзя, потому что цифры должны быть различными. Перемножая возможности постановки каждой цифры, получаем ответ 72. Задача четвертая. Из пунктов А и В одновременно на встречу друг к другу выехали два велосипедиста. Встретились в 15 километрах от В. Значит, один выезжает из А, другой из В. И встреча произошла в 15 километрах от В. Давайте обозначим скорость велосипедиста, который едет из А за Х, а того, который выезжает из В, за У. Расстояние от А до В обозначим за С. Значит, встреча произойдет через вот такое время. С надо разделить на скорость сближения. Второй велосипедист, который выехал из В, за это время пройдет 15 километров. То есть вот время в пути второго. Так, прибыв в А и В, они повернули обратно. И вторая встреча произошла в 9 километрах от А. Так, 9 километров от А. В общей сложности, вот они вдвоем, вместе, прошли утроенное расстояние от А до В. Значит, со скоростью сближения Х плюс У. Так, второй велосипедист, он пройдет, во-первых, расстояние от А до В и еще 9 километров со скоростью У. Так, теперь первое равенство надо домножить на 3, и левую, и правую части. Получится вот такое равенство. А теперь обратите, пожалуйста, внимание, левые части одинаковые. Значит, надо приравнять правые части вот этих равенств. То есть надо приравнять вот к этой дроби, вот эту. И получится вот такое уравнение. Так, можно домножить на У обе части равенства, и получится С плюс 9 равняется 45. Расстояние от А до В 36 километров. Задача пятая. Построить график уравнения. Сколько натуральных решений имеет уравнение? На рисунке график уравнения Х плюс У равняется 7. Давайте покажем синим цветом натуральные решения данного уравнения. Ноль не является натуральным числом. Итак, данное уравнение имеет 6 натуральных решений.